Ну, тут невозможно с вами не согласиться. Давайте перейдем к бумеранговым блэкаутам. Понятно, что мы знаем сейчас ряд украинских городов, области страдают от отключения света, но бумеранг такие существуют и в Российской Федерации, там тоже в ряде областей, также и в оккупированном временном Крыму произошел блэкаут. Кто же его устроил? Может быть, вы знаете? Конечно. Ситуация какая? Сейчас очень активное солнце. То есть вы видите, каждый день происходят вспышки на солнце, 17 числа была вспышка 10 уровня, это верхний, высший уровень. То есть в этой ситуации энергетическая система очень хрупкая. И если условно какой-то человек берет пневматическую винтовку, приходит к линии высоковольтной электропередачи и отстреливает изолятор стеклянный, сделать их несложно, надо попасть там 5-6-7, ну максимум 8 раз, он разлетается, все. Если раньше, когда нет никаких этих вспышек, ну что происходит? Срабатывает автоматика и все выключается. Ну сейчас тоже так бывает, но в 50% случаев, когда вот такие вспышки, начинается цепная реакция. То есть ничего не отключается, растет напряжение, начинают гореть сети, начинают гореть трансформаторы, то есть случается ад. Если еще какие-то люди, диверсанты, партизаны, кто угодно, открутили краник у трансформатора, который снизу, и слили масло, то нагрузка, ну это происходит каждый день, приблизительно в день в России сгорают около 10 трансформаторных подстанций. Это невосполнимый ущерб, у путинцев нет возможности восстановить это, и поэтому он рассказывает, что там майнеры сожрали всю электроэнергию. На самом деле никакие не майнеры, какие нафиг майнеры? Посмотрите, основная работа партизан с электрикой, Иркутская область, Бурятия, ТВА, ну и так далее. Там, где, ну, прямо скажем, Амурская область, там, где между населенными пунктами большое расстояние, где очень уязвимые сети, где очень уязвимые трансформаторы, там это горит каждый день. В каком-нибудь условном братске там этих трансформаторов сгорело, я уже со счета сбился сколько. Вот, поэтому, конечно, выгодно Путину говорить, что это майнеры, но он же не скажет, что это партизаны, там диверсанты и так далее. И, кроме всего прочего, самые главные диверсанты – это поруки, которые у Путина работают везде. Вы же понимаете, вот ситуация какая. Я вам рассказываю одну историю, реальную историю, то есть слили масло с трансформатора. Огромный трансформатор, там десяток тонн, 20, если быть точно, трансформаторного масла. Все масло ушло, сработала автоматика, трансформатор целый. Ну, блин, очень хороший был вариант разрушить вот эту локальную энергосистему, то есть заставить перебрасывать отовсюду тем, чтобы вышибали трансформатор. Но сработала автоматика. Тот дядя Вася, который раньше там работал, он, значит, все хорошо починил. Ну, дядю Вася угнали, кстати, на фронт. И приходят товарищи, которые приехали из Узбекистана. Им всего-то надо залить масло, выполнить соответствующие нормативы, то есть регламент, и включить трансформатор. Они делают все через лопу. Происходит страшный взрыв, трансформатор сгорел. Чья это работа? Чья заслуг партизан, вот этих таджиков, да, или Путина, который угнал дядю Вася на войну, вместо того, чтобы он чинил трансформатор. Или солнце, которое в этот момент всплывку устроило. То есть это такая синергия, то есть процесс всеобщий. С одной стороны, главный партизан Путин, который все разрушает и ничтожит, такой антимедас, у которого говно в руках ржавеет. И все вообще превращается в говно. И с другой стороны, какие-то таджики, да, какие-то вообще непонятные люди, которые вчера одним занимались сегодня выгодно, другим они занимаются этим. Солнышко нам в помощь. Партизаны, диверсанты. Тут вообще очень часто, как-то вот в последнее время, особенно в партизанской деятельности, мы видим, что некоторые наши задумки, ну, в смысле реальные акции, они вдруг срываются, потому что их сорвала другая реальная акция других партизан. Понимаете, то есть мы подготовились что-то сделать. Ну, условно, хотели сделать одно мероприятие, а оно было связано с движением поездов. А не смогли сделать, потому что движение поездов на двое суток прекратилось, потому что партизаны пустили под откос поезд. И наша операция, которая была давно продумана, просто не состоялась, потому что никто не приехал, понимаете, вот и все. То есть, как в том, помните, анекдоте, очень за него волнуюсь, когда киллеры там не едут, говорят, очень за него волнуюсь. Вот так и здесь. Поэтому сейчас это будет продолжаться. Ну, во-первых, с точки зрения партизанской работы, энергетический комплекс самый уязвимый. И это проще всего делать. Кроме всего прочего, энергетический комплекс расхищается сверху и снизу. И те, кто наверху все ворует и пытаются, если залатать, то там очень чем-то несерьезным. И те, кто внизу, да, там какие-то условно, представляете, эти медные шины, да, которые там на ТЭЦ нужны. Тут живой пример вам, на ТЭЦ, там немножко пригорели медные шины, там купили новые, но новые, конечно, сразу же украли те, кто там непосредственно работает. Старые немножко в порядок привели даже, не разбирая. Ну, вот они работают, эти старые шины, да, через них идет электроэнергия. Долго это будет, мы не знаем. То есть, ну, подумает там наш человек, как сделать так, чтобы это сгорело очень быстро. И все. И никто никогда не скажет, что это партизанская деятельность. Понимаете? Будут разбираться, почему. Там шины старые, новые продали и так далее. Ну, правильно, так и есть. Кстати, по поводу уязвимости, Легион свободы России выложил ролик буквально вчера о том, как сопротивление на аэродроме под Пермию сожгло военную технику. Вопрос в чем? Такие объекты в Российской Федерации совершенно не защищены? Или просто есть обход этой защиты? Ну, аэродром это особая, так сказать, категория. Аэродромы огромны. Поэтому сейчас применяют путинцы и сейсмодатчики, и камеры, и наблюдателей держат. Раньше этого не было вообще. Даже они не огорожены были. Да и сейчас многие аэродромы не огорожены. То есть, самолет стоит, ты можешь к ним на машине подъехать с другой стороны. Там, как правило, сторона леса какого-нибудь и так далее. Ну, там устраивают и засады, и все, что угодно. Но в любом случае аэродромы охраняются слабо. И они сейчас, некоторые из них прикрыты, может быть, с воздуха. То есть, поставили систему ПВО. Периодически там запускают всякие маленькие самолетики. Ну, типа Ан-2, чтобы посмотреть, как там это бьется на радарах у них. Так бы там дроны запускают, чтобы смотреть, как они у них бьются на радарах. Запускают ФСБшников, военных контрразведчиков, которые, значит, должны изображать диверсантов. Ну, как правило, вот из той информации, что мы имеем, вот эти военные контрразведчики, которые должны принести там пакеты, оставить на самолете, на крыле или еще где-то, их деятельность удается. То есть, они потом звонят, говорят, вон там, идите, ищите. Там лежит пакет. Действительно, он там лежит. То есть, обычно не ловят. Но вы же понимаете, что военный контрразведчик путинский, он ничем не рискует. Если его поймают, то ему ничего не будет. Если его не поймают, ему там награду дадут, что он такой молодец, всех хорошо проверил. У партизана совсем другая задача. Если его поймают, то его убьют, в конце концов, в застенках. А если не поймают, ну, тогда, да, тогда, значит, какая-то задача будет выполнена. Поэтому аэродромы хоть и уязвимы, но они представляют огромное пространство, на которых, на этих пространствах разные абсолютно средства работают. И можно попасться легко, даже не думая о том, что тебя видят. То есть, это и переносные станции наземной разведки сейчас используются на аэродромах, и сейсмодатчики используются. Это мы знаем. Кстати, мы видим, что война переходит и начинает обосновываться на территории Российской Федерации. Путин хотел помнить и буферную зону Харьковской области создать, но по итогу получил и в Белгородской области. Там ввели ряд ограничений, въезд в область запретили, и такси, и общественному транспорту. Песков начал всячески оправдываться. Как вы объясните происходящее? Действительно ли война уже переходит на территорию Российской Федерации? Война уже давно идет на территории Российской Федерации. Это и партизанской диверсионной деятельностью мы видим. И не в последней степени вот эта буферная зона создана, чтобы эту деятельность как-то ограничить. Путин либо питает иллюзией, либо имеет какую-то отрывочную информацию о том, что там происходит, и пытается оградить ту часть, которая является оперативным тылом. То есть от линии соприкосновения оттянуть подальше все. Ну, я не думаю, что это получится. И я понимаю, что война будет на территории России только развиваться. Я думаю, что это и Путин понимает, почему он с Северной Кореей в такие обнимашки играет, потому что ему нужна поддержка. Он понимает, что сейчас у него начнутся очень серьезные проблемы, гораздо более серьезные, чем были. И что основная масса ватников уже его ненавидят люто. Одни ненавидят за то, что он начал войну. Другие ненавидят за то, что он проигрывает эту войну. Третьи еще за что-то. И каждый ненавидит, каждый ватник, кто там, некоторые ненавидят Украину, там, англосаксов, там, кого они там все только не напридумывали. Да, но при этом они все ненавидят Путина. Потому что, ну, он сбитый летчик, и его воспринимают как того вождя, который завел, как Сусанин, всех болота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok